Вообще безумная вещь, когда Турция говорит, там живут наши братья азербайджанцы, братья турки, я понимаю турков, у них есть своя логика, своя модель поведения, но слушайте, вся Турция это бывшая Армения. Вся эта огромная Турция со всей своей Каппадокии, Анатолией, Анталией, с всеми делами, это все была великая Армения. То есть с какого момента начинать претензии? Когда арабы и евреи спорят о территориальных претензиях, говорят, мы здесь жили раньше, а мы еще раньше, а мы еще раньше, мы еще раньше, то кто здесь кому Рабинович, кто здесь сын Филистимлян, кто здесь сын Иисуса Навина, кто здесь кому чего. Вообще на территориальных претензиях мало что построишь, здесь какие-то другие механизмы работают, но мы изживаем эти советизмы все, в наследие нам оставленные для того, чтобы последующие поколения мучились и не забывали о том славном 70-летнем прошлом, которое нам оставило не только великие балеты, великие ракеты, и достижения в космосе, и прекрасный хоккей, но еще и кучу территориальных претензий. Потом, знаете что, как бы то ни было, армяне единственный христианский народ, находящийся в полном мусульманском окружении. И какие-то мусульмане относятся к ним терпеливо и с любовью, какие-то ужасно и с ненавистью, какие-то просто их не замечают, а какие-то с ними дружат. В общем, там все разное, вообще люди все разные. Но тем не менее, знак креста возвышается над этими людьми, и они не могут быть мне совершенно безразличны, потому что имя Божие наречено на них, это библейский народ. Народ библейский, древнейший, первый принявший крещение среди народов мира, так сказать, христианство, религию всей страны и прочее, прочее. Еще одна очень интересная вещь. Начали топить за Азербайджан украинцы. Ну, казалось бы, где Армения, где Азербайджан, но что вы там понимаете в своей географии, вы не знаете, где на самом деле север, где восток, там трудно с образованием. Но они, как бы, значит, вот какие-то ролики такие пропагандистские, там какие-то депутаты начали выступать с трибун, что мы дадим оружие, что еще, что еще. А поскольку у Украины современное политическое образование, не у людей политическое образование, нет другой историософемы, такое осмысление исторического бытия, кроме как быть антироссией, это единственная идея, оправдывающая существование отдельного украинского государства. Это антироссия. Самая осатанелая, самая оголтелая, самая предательская. И если это образование государственное вдруг топит вот за одну сторону, ну ясно, что Россия как бы не может топить за ту же сторону, потому что Украина это действительно антироссия в политическом своем измерении. Поэтому, конечно, сердце мое со всеми, кто там кровушку проливает, не от большой радости они туда идут воевать, армяне защищаются, те нападают, тем приказали, те по повелению совести идут. Но нам бы хотелось, чтобы эта кровь прекратилась. И я закончу тем, что говорит церковь постоянно. О мире всего мира Господу помолимся. То есть я должен молиться, и вы должны молиться. О мире всего мира. Иринисту и Перту Козму, Пантон Козму, то есть о всем космосе. То есть в том числе и об Арцахе, в том числе и о Юго-Востоке Украины, о Донбассе, о Новороссии, в том числе и о Белоруссии, в том числе и обо всем. Мы помолимся Господу на каждой литургии, о мире всего мира, потому что кровь человеческая не вода, и жалко любого человека, проливающего кровь за политические интересы, стоящих над ним.